Количество выпавших в Магадане за последнюю неделю осадков равно приблизительно двухмесячной норме. Специалистами Галуда и комбината зеленого хозяйства в первую очередь были приняты меры по расчистке городских дорог, тротуаров и участков, прилегающих к мусорным площадкам, а также подъезды к экстренным службам города. На втором этапе активная работа по уборке снега продолжилась вокруг социально значимых объектов. Сегодня глава областного центра Юрий Гришан проверил работу всех подразделений, отвечающих за расчистку города от снега, выехав на участки работы каждой из организаций. В очень напряженном режиме работали и предприятия Галуд, и КЗХ. Я хочу сказать, что в целом они справились с задачей. Первые несколько часов было, конечно, тяжело, действительно, автобусы не выехали на линию, но к концу дня уже все было восстановлено, пешеходные зоны и переходы были расчищены. Сейчас уличная дорожная сеть города находится в удовлетворительном состоянии, уже, будем говорить, такую красоту наводят, расчищают полный профиль. Вот мы сейчас находимся на улице Вострецова, это одна из таких проблемных улиц, она у нас достаточно узкая, здесь нельзя допускать, чтобы было заужение, потому что это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Сегодня в течение дня она будет проведена полностью в нормативном состоянии, ну и далее по плану по другим улицам города Магадан. На данный момент, по словам мэра города, самым резонансным остается вопрос расчистки дворовых территорий. На сегодняшний день очищено порядка 500 дворов. Мэрия города Магадана силами Галуда и КЗХ активно помогает в этом управляющем организации. Во дворах в ближайшие 2-3 дня ситуация должна измениться в лучшую сторону. Всего на улицах Колымской столицы работает 62 единицы снегоуборочной техники. Сейчас производится работа по уборке уличной дорожной сети, это тротуары, выходы на пешеходные переходы. Активно производится уборка, расчистка и уборка снега с межквартальных проездов, не относящимся к дворовым территориям. Все сотрудники учреждения, вся техника, которая может быть задействована снегоочисткой, учреждением направляется как в первоочередные объекты для обеспечения транспортной и пешеходной доступности, так потом вторичная очистка, это расширение, вывоз снега, обработка противогололедными материалами. Помочь в ликвидации снежных сугробов может каждый автовладелец. Для этого необходимо внимательно отнестись к объявлениям, которые размещают управляющие компании. Тогда вы будете знать, в какое время машину не стоит парковать у дома. Специалисты рекомендуют оставлять под стеклом автомобиля номер сотового телефона для связи. В таком случае, даже если вы оставили автомобиль на обочине, и он будет препятствовать снегоуборочной технике, вас смогут своевременно уведомить об этом.